Они не испытывают страха перед человеком и нападают на нас без малейших сомнений. Злющие просто. Вот и представляете себе, они же нападают массировано. Даже один укус этих насекомых может оказаться смертельным. Весь организм пострадает от анафилатический шок, отёк квин, который может привести к летальному исходу. Они прекрасно вооружены и без колебаний применяют своё оружие против нас. На конце брюшка у неё есть жало, заострённая структура, которой она протыкает кожу и впрыскивает туда ям. Те, кому довелось пережить укус крупного шершня, запомнили на всю жизнь. От этих грозных противников нужно держаться подальше. Боль, конечно, была очень адская, у меня аж в глазах потемнело. Что ещё хуже, у меня начала шея распухать, я начал задыхаться. Со строго биологической точки зрения, не все осы и шершни являются паразитами. Но они идеально соответствуют греческому смыслу слова «паразит» — «сотрапезник». Они питаются рядом с нами, а иногда и нами. И то, как они это делают близко к совершенству. Елизавета всего лишь хотела благоустроить чердак дома, доставшегося ей в наследство от бабушки. Но, приступив к ремонту, она обнаружила, что на её недвижимость уже заявили свои права неожиданные претенденты. Когда мы туда пришли, там оказалось уже есть обитатели, причём их было достаточно много. Это были осы. И они очень злые были. Плюс они, ну, агрессивные, они нападали, прямо атаковали. Вот. Но мы решили всё-таки их вывезти. В том, что решение объявить войну незванным гостям было ошибочным, Елизавета убедилась очень скоро. И мы с молодым человеком, я помню, мы вооружились, значит, забинтовали головы тряпками, ватники, перчатки. Вот. И, значит, отправились в бой. И мы решили, что мы ошпарим кипятком эти, ну, гнёзда и палкой их собьём. Импровизированная защита из нескольких слоёв одежды не произвела на ос особого впечатления. Их жало легко протыкали тряпичные доспехи. Сама Елизавета пострадала не сильно, но её младшая сестра после атаки ОС оказалась в больнице. Младшая сестра, ей было 6 лет, у неё был очень сильный отёк, ну, помимо того, что у неё был очень сильный испуг, у неё началась жуткая аллергия. Но самое главное, что наступательная операция закончилась ничем. Несмотря на все меры, предпринятые людьми, ОСы отказались покидать чердак. И мы уже, на самом деле, мы уже чего только не делали. То есть мы там белили в этих местах, мазали смолой, то есть там вообще какие-то разные ухищрения. Но, к сожалению, в общем, они и ныне там. Развязывая войну против ОС, Елизавета не учла, что это умные, упорные и высокоорганизованные насекомые, прекрасно знакомые с тактикой оборонительных войн. Уж если они решили, что какое-то место идеально подходит для их гнезда, то сделают всё, чтобы отстоять его. И им есть, что противопоставить человеку. Так вот лезешь на чердак, а там шарообразные гнезда, которые очень быстро, вообще говоря, в сезон захватчика прогоняют очень быстро. У меня однажды в гараже уличном ОСы построили гнездо. И, в общем, они считали, что я не должен в гараж входить. ОСы, равно как и их родственники пчёлы, шмели и шершни, относятся к отряду перепончатокрылых. Зоологи утверждают, этот древний и уважаемый отряд насекомых сформировался ещё 230 миллионов лет назад, в триасовый период, когда наземных позвоночных животных было ещё не так много. Перепончатокрылым относится порядка 150 тысяч описанных видов сейчас. Среди перепончатокрылых насекомые бывают довольно разного. Внешнего облика. Но чаще всего их можно отличить, вернее, большую их часть, по очень тонкой талии. Но тонкая талия – не главный отличительный признак жалищих перепончатокрылых. Как ясно из названия, у них есть эффективное и опасное оружие, которое и делает их уникальными среди прочих насекомых. Существенная опасность, которую несут осы, – это укусы. Проблема в том, что, понятное дело, сам по себе укус одной осы – это не очень страшно. На конце брюшка у неё есть жало, заострённая структура, которой она протыкает кожу и впрыскивает туда яд. У неё рядом с основанием жала находится железа с ядом. Эволюция старательно и тщательно поработала над обликом перепончатокрылых. И теперь, миллионы лет спустя, это грозные и прекрасно оснащённые животные. Среди ос встречаются наиболее крупные перепончатокрылые. Это как раз шерстни. Некоторые шершни, некоторые виды бывают в длину до 5 и даже до почти 6 сантиметров. То есть это настоящие гиганты. Но, правда, такие гиганты всё-таки обычно в южных регионах нашей планеты встречаются. Человеку встреча с таким разъярённым, высокоманёвренным истребителем не обещает ничего хорошего. Действительно, вот нападение шершней очень легко может привести к смерти. Потому что ведь ладно, если один шершень ужарил, но у всех же жалящих и у пчёл там, пчёлы специальный феромон выделяют, чтобы всех активизировать, если уже медведь к тебе в улей в лес. И шершни агрессивны, они же могут, если уж они разозлились, они преследуют сотни метров. От них ещё не скоро в пруд убежишь. Давайте знакомиться. Незащищённые двуногие с мягкой кожей. Вам удалось приручить и одомашнить наших глуповатых и ленивых родственников пчёл. Но мы, дикие и непокорные осы, остаёмся вольными насекомыми. Кстати, осы — это собирательное название. Среди нас есть множество видов. Некоторые предпочитают вести одиночный образ жизни, а другие организуют многотысячные колонии. Мы гораздо раньше вас изобрели бумагу. Именно из неё общественные осы строят свои гнёзда. Другие осы строительством не увлекаются, зато могут порабощать пауков, которых парализуют точным ударом жала в нервные узлы. А потом, на тело уже обездвиженной жертвы, они откладывают яйцо. Личинка, которая выводится из него, будет питаться живым, но неподвижным пауком. Так что и консервы мы изобрели раньше вас. Самоуверенные мартышки. Шершни — это тоже мы, осы. Только очень крупные и бесстрашные. Японский гигантский шершень ежегодно убивает до сорока человек. Чаще всего встречи шершни и японцев происходят на пасеках. Да, шершень предпочитает охотиться на ваших медоносных пчёл прямо в ульях. И горе вам, если вы решили защитить своих домашних насекомых. А ещё мы очень умны. Ваши учёные доказали — общественные осы способны различать лица своих сородичей. Правда, такой способностью обладают только осы, в колониях которых заведена строгая иерархия. Одиночные осы такого делать не умеют. Им попросту это не нужно. Нас привлекают ваши сады, ведь в них растут сладкие фрукты, а сахар во всех видах мы очень любим и готовы за него сражаться. И учтите, в отличие от пчёл, имеющих зазубренное жало, которое вырывается из брюшка после первого же укуса, мы, осы, способны жалить многократно и нападать предпочитаем стальми. Всё ещё надеетесь обороняться от нас? Ну что ж, удачи! Жало – не единственное оружие, которым природа снабдила ос. При необходимости они используют против вас и свои челюсти. Надо заметить, что у ос очень мощные челюсти, поэтому, когда оса атакует, она, ну, понятно, наиболее травмирующий для нас момент – это как раз, конечно же, втыкание жала, но также у неё очень мощные челюсти, которыми она тоже ощутимо кусает. Что тоже не очень приятно. Нападая, перепончатокрылые начисто забывают об осторожности. Для них главное поразить врага, неважно чем – жалом или челюстями. Главное – отогнать того, кого они определили для себя как агрессора. Пусть и ценой своей жизни. На такую самоотверженную жертвенность готовы даже обычные безобидные шмели. Как-то я выкапывал шмелиное гнездо, и были шмели, которые вцепились так в одежду челюстями, что пришлось их просто… Ну, оторвать их было невозможно. И в итоге там они, конечно, погибли, потому что я их смакнул, и у них оторвались тела, а остались головы. Надо сказать, что силу укуса симпатичного увольняшмеля многие недооценивают. И совершенно зря. Его яд ничуть не слабее, чем у более агрессивных сородичей. Вот только чтобы вынудить его воспользоваться жалом, надо постараться. Это, пожалуй, самый добродушный представитель отряда перепончатокрылых. Не очень миролюбиво. Так и на цветке можно поймать шмеля, заключить его вот так вот в руки, он будет жужать, выдираться, но не ужалит. Нападение осы шершней опасно не только тем, что каждый удар жалом сопровождается инъекцией многокомпонентного яда, но и тем, что атакуют они массово. Причем осиный рой координирует свои действия при помощи запахов. В том числе у них есть феромон тревоги. Почему не рекомендуется, например, убивать ос и адом с осиным гнездом? Ровно потому, что в момент своей гибели оса выделяет феромон тревоги. И окружающие могут стать значительно более агрессивными и атаковать буквально в любые движущиеся вокруг объекты. У разных подразделений этих живых истребителей своя тактика. Например, пчелы предпочитают прицельные атаки. Если пчелы нападают, то они довольно быстро жалят. Причем интересно, что вот в отличие от пчел осы могут жалить по всему телу. А пчелы, вот у них инстинктивный такой механизм нападения, у них есть врожденный образ врага. Они целивают в голову, в глаза, терпеть не могут фотокамеру. Для них это глаз, какой-то глаз большого сверхпрожорливого медведя. А осы, несмотря на грозное вооружение, атакуют более гуманно. И в общем, они нападают обычно, обычно, как бы по-джентльменски. Сначала они начинают над тобой виться, потом начинают пикировать и бить головой, а потом уж они начинают по-настоящему жалить. Почему же жалющее перепончато-крылые нападают на нас? Ведь они не конкурируют с нами за пищу и не питаются нами. Осы, они распространяют различные инфекции, и они заражают ранку. И опасно инфицированием, очень потом тяжело вот инфицированную рану лечить. Когда в них просыпается агрессия, последствия которой могут быть опасны для нас? У меня сразу потемнело в глазах, начала шея распухаться, как я говорил, и я начал задыхаться. Можно ли предугадать их действия и предотвратить нападение? Кого нельзя отгонять, так это пчелу. Если пчела над тобой вьется и еще не ужарила, и ты начнешь ее отгонять, то это и все спровоцировано к нападению. Они нападают нераздуманное. Их цель нанести жертве как можно больше урона. Эти белки, которые выделяются с ядом, они достаточно иммуногенные, то есть они стимулируют такой избыточный иммунный ответ, то есть, ну, вплоть до летальных исходов. Каждый год есть погибшие от укусов. Есть ли какие-то правила, по которым они ведут войну против нас? Надо избегать в первую очередь приближаться к их жилищу. Они не косненно храняют жилища. И как нам ужиться с ними, учитывая, что наше жилище тоже кажется осам привлекательным местом обитания. Соседство с осами в одном доме это соседство, которое повышает, к сожалению, вероятность различных неприятных ситуаций. Ну, а в остальном очаровательные, прекрасные создания. Для москвича Богдана поездка на природу едва не закончилась трагично. Причина – укус всего одного насекомого. причем сам он уверен, что никак не провоцировал нападение. Это было где-то в июле, мы с друзьями поехали отдыхать за город. Бесновались на лужайке как-то и я добесновался. Ужарила меня оса прямо в шею. Боль, конечно, была очень адская, у меня аж в глазах потемнело. Что еще хуже, у меня начала шея распухать и я начал задыхаться. Богдана спасло только то, что друзья смогли быстро доставить его в больницу. Врачам удалось купировать обширный отек квинги, который грозил молодому человеку смертью от удушья. После реанимационных мер врачи предупредили, дальнейшие встречи с летающими и жалющими не принесут ничего хорошего. Предупредили, сказали, что мне нужно подальше держаться от ос и пчел, потому что у меня острая реакции на их укусы. А я пролежал в больнице около двух часов, потом меня откачали, и я вроде бы как стараюсь держаться подальше от них. Ацетилхолин, гистамин, гиалуродиназа, фосфолипазы – это только некоторые компоненты осиного яда. Каждый воздействует на ткани и нервные окончания, что обязательно формирует какой-то иммунный ответ. Укус осы опасен двумя моментами. Во-первых, это развитием системной реакции, то есть не только местно будет покраснение, отек, вот эта вот боль, а системная, то есть весь организм пострадает, это анафилактический шок, отек квинки может, который может привести к летальному исходу. Укусы осы вызывают не только аллергическую реакцию. Врачи предупреждают, что это насекомое не в достаточной мере заботится о личной гигиене. И этот факт осы также умудряются обратить против нас. И второй момент, оса является плотоядным насекомым, в отличие от пчелы, и поэтому она использует свое жало для того, чтобы убивать насекомых, и она может летать и добывать еду из различных источников в том, зачастую это не совсем стерильные условия. И поэтому осы, они распространяют различные инфекции, и они заражают ранку. И опасно инфицированием, очень потом тяжело инфицированную рану лечить. Такие раны могут неделями, даже месяцами порой проходить. В сравнении с человеком оса животное некрупное. Даже самый большой шершень легче любого из нас в несколько тысяч раз. Но на счету жалющих перепончаток крылых немало человеческих жертв. Ваши ученые, которые так любят все подсчитывать, выяснили, что от наших укусов каждый год гибнет больше людей, чем от укусов ядовитых змей. Еще бы. У змей нет и половины того арсенала, который делает нас такими успешными убийцами. Мы настоящие терминаторы мира насекомых. У нас пять глаз. Три простые глазка располагаются на лбу. Ими мы не только отличаем свет от темноты, но и видим поляризованный свет и цвета в ультрафиолетовом диапазоне. А вот фасеточные глаза, расположенные по бокам головы, наша гордость. Каждый из них состоит из шести тысяч ячеек и обеспечивает обзор в двести восемьдесят градусов. Ими же мы различаем малейшие движения, которые вы своими примитивными органами зрения даже не заметите. Антенны, которые растут у нас на голове, позволяют нам не только улавливать колебания воздуха, но также являются органами обоняния. Мы различаем запахи на расстоянии до трех километров, даже в ветреную погоду. Между собой общаемся тоже запахами. Наши тела выделяют до полусотни ароматов, при помощи которых мы можем поднять тревогу или объяснить собратьям, где находится пища. А две пары перепончатых крыльев позволяют нам развивать скорость до девяти километров в час. А шершни еще более стремительные летуны асы. Их достижение двадцать пять километров в час. Правда, по скорости полета даже они не рекордсмены. И этим пользуются насекомые, которые охотятся на нас. Мухи, ктыри и стрекозы. Но не надеетесь, что союз с ними оградит вас от наших атак. Ведь мы так любим селиться в ваших домах. Мы готовы сражаться за свою территорию насмерть. Почему на нас нападают комары и жалящие мухи, понятно. Они просто жаждут напиться нашей питательной крови. Но осы и шершни не столь кровожадны и не воспринимают нас как пищевой объект. Одна из причин нападения перепончаток крылых в том, что они так же как мы любят сладкое. Взрослые осы предпочитают растительную пищу, богатую сахарами. Именно поэтому к арбузу, к разрезанной дыне, к любым фруктам, разложенным на столе, они начинают массово слетаться. Потому что понятно, особенно у нас в умеренном климате не так много растений, которые прям высочились сахаром. Летом, устраивая пикник на природе, мы сами приглашаем осу разделить с нами трапезу. Запах спелых фруктов или выпечки она почует за несколько километров и настойчиво будет набиваться в компанию. Осу отогнать не так просто. Они очень настырные, назойливые. Осу может видеться, либо если защищает гнездо, либо она почувствовала вкусное и хочет проверить, что ты там ешь, что-нибудь изо рта тоже выкусить. Именно в такие моменты и возникают конфликтные ситуации. Оса до последнего будет пытаться добыть вожделенное лакомство. А дальше происходит очень неприятное и, к сожалению, действительно угрожающее жизни почти любого человека ситуации. Человек берет в руки кусочек арбуза, а на нем уже лакомится оса. человек откусывает, оса оказывается во рту и ладно, если она ужалит человека за губу. Чаще всего так и происходит или в язык. Это дьявольски больно может быть, но обычно не очень смертельно. Но если она кусила человека в мягкие ткани где-то подальше, то это может привести к довольно серьезному отеку, который просто перекроет дыхательные пути. Вторая причина, по которой осы и шешни жалят нас их чрезмерно развитый родительский инстинкт. Перепончатокрылые, пожалуй, самые заботливые родители в мире насекомых. Кстати, взрослые осы, даже самые крупные, строгие вегетарианцы питаются исключительно нектаром, подгнившими фруктами или сладким древесным соком, а вот их личинки убежденные мясоеды. Чтобы обеспечить потомство кормом, осы стали виртуозными охотниками. Они охотятся на насекомых, они могут разделывать просто какие-то трупы. Например, если просто рыбу в жаркий летний день положить где-то на солнце, то вы с ужасом увидите, что буквально через несколько минут они начнут слетаться осы и своими мощными челюстями просто разделывать ее на куски и через час останется просто скелет, хорошо очищенные от мяса. Однако пищу животного происхождения взрослые осы не едят. Они ее разжевывают, транспортируют в гнездо к личинкам и дальше отрыгивают личинкам эту пищу. Для корма личинкам ос подойдет любой животный белок. Сгодится и недавно убитая насекомая и падаль. Но есть среди них и настоящие гурманы, те, которые предпочитают есть только свежее мясо, желательно даже живое. Осы помпелиды обеспечивают свое потомство запасом паучьего мяса на весь период развития. Помпелиды, насколько я помню, это семейство, которое именно на пауках паразитирует. То есть они делают норки, это одиночные осы, и откладывают, парализуют в нервные ганглии ударом жало, парализуют паука, затаскивают в норку и откладывают яйцо. Выходит личинка и кушают эти живые консервы. И так развивается. Оса помпелиды оттаскивает парализованного паука в специально вырытую норку, где и будет развиваться ее потомство. Норный образ жизни ведут многие виды ос и шершней, но нам больше знакомы те, которые строят большие бумажные гнезда. Именно их мы к своему неудовольствию часто обнаруживаем под крышами своих домов. Это гнездо осы будут самоотверженно защищать от любого агрессора, чаще всего именно от нас с вами. Ну все вообще жалящие перепончатые крылы, кто живет семьями, они, конечно, свое гнездо защищают от всех и от других ос, или там пчелы, или кто там полезет, зачем. Вот, и от людей, и от животных тоже, конечно. Чаще всего человек сам провоцирует ос на агрессию. Любое резкое движение для них сигнал к обороне своего драгоценного потомства. Если вы видите осиное гнездо или просто ос, важно понимать, что их не надо тревожить. Спокойный идущий человек, не размахивающий руками, не начинающий пытаться как-то перебить этих ос, не вызывает у них желание немедленно проткнуть его тело своими жалами. Сколько бы неприятностей не причиняли нам осы и шершни, избавиться от этого соседства мы не в силах. Эти насекомые пережили и смену магнитных полюсов Земли и климатические изменения и массовые вымирания. Кроме того, истребив перепончато крылых, мы лишим природу успешных опылителей и собственноручно запустим глобальную экологическую катастрофу. Гораздо проще соблюдать несложные правила, которые сделают наше сосуществование на одной планете безопасным и комфортным. Что касается того, чтобы не допустить или минимизировать вероятность того, чтобы осы покусали вас просто при прогулке по свежему воздуху, все достаточно просто. Если осу не трогать, она, скорее всего, кусать не будет. Человек не является перспективным источником пищи. Человек может являться только источником опасности. Мир существ, которые уже тысячелетиями досаждают человеку, пугающий и таинственный. Мы испытываем перед ними ужас, но технологические решения, заложенные в них природой, вызывают также изумление. Без некоторых из них человеческая цивилизация не смогла бы развиться, при том, что многие из них представляют реальную угрозу человеческой жизни. Исследуйте наших нахлебников и паразитов вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова